Даже зайки на опушке ждут подарки и игрушки. Более, что они гуляют. Новый год они уже встречают. Ожидание чуда, радость и веселье. Более 200 детей из всего муниципалитета приехали на благотворительную елку в музей-заповедник Горки-Ленинский. Гостями праздника стали ребята, чьи отцы находятся в зоне специальной военной операции, а также дети из малообеспеченных семей. У нас большое количество праздничных мероприятий, елок-головы, куда попадают дети из многодетных семей. Конкретно это мероприятие сегодня целый цикл подряд, три спектакля, где будут присутствовать дети мобилизованных наших бойцов вместе с родителями. Задача создать новогоднее настроение, чтобы дети были полноценно вовлечены в повестку, в праздник, в эмоции. Ребята увидели музыкальное представление «Королевский бутерброд» по сюжету Алана Милна. А еще вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой приняли участие в новогодней сказке о том, как важно уметь помогать друг другу, любить и дружить. Руки, ноги, грибы, ноги, и попала! Анна Морозова сегодня на празднике с двумя детьми. Сыну Максиму пять лет, а дочке Анастасии десять. И они уже загадали свое заветное желание. Я написала уже Деду Морозу письмо, и я очень хочу, чтобы папа вернулся к этому празднику, и чтобы у нас было в семье хорошо. Встретить праздник всей семьей вместе с мужем – это и моя единственная просьба, признается мама Насти. Детки, которые приехали сейчас сюда, они забудут хоть на чуть-чуть то, что происходит с их мамами, с бабушками, с сестрами, с дядями. Потому что в любом случае это реакция взрослых, и они эту реакцию видят. По окончании праздника все дети получили сладкие подарки и приглашения на другие праздничные мероприятия в Горках Ленинских. Уже со 2 января нас ожидает такой фестиваль мастер-классов, квестов, различных концертных программ, новогодних спектаклей. 5 и 8 января состоятся еще новогодние представления, 6 января состоится замечательный предрождественский концерт. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.